Миссия научного космического аппарата «Спектр рентген-гамма» — создание карты, видимой вселенной в рентгеновском диапазоне, на которой будут отмечены все крупные скопления галактик. Научный руководитель проекта — академик, главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Рашид Сюняев. Запуск обсерватории состоялся 13 июля 2019 года. К октябрю 2019 года она добралась до места назначения в точку Лагранжи-Л2, полтора миллиона километров, и в начале декабря началось сканирование всего неба, которое продолжалось полгода. И вот 10 июня был завершен первый скан неба в рентгеновских лучах с помощью двух рентгеновских телескопов на борту. За полгода обсерватории было отсканировано все небо. Ученые планируют получить 8 таких сканов. По плану «Спектр РГ» должен проработать в космосе не менее 6,5 лет. Ведя наблюдения из окрестностей точки Лагранжи-Л2 в системе Солнца-Земля. Обработка данных, которые выполнили коллеги из Института космических исследований, позволила с помощью наблюдения на немецком телескопе Ярозита обнаружить примерно 500 тысяч рентгеновских источников, практически 90% из них новые. И почти тысячи источников новых с помощью российского телескопа Артексит в жестких рентгеновских лучах. КФУ работает над оптическим отождествлением новых рентгеновских источников. Начиная с января этого года, уже когда в ходе только еще не все небо было отсканировано, часть неба, сотрудники коллегии Института космических исследований нам пересылали координаты вновь обнаруженных источников. И мы с помощью нашего телескопа, установленного в Турции, наблюдали в оптическом диапазоне, получали спектры. Граница России пока закрыта для выезда, но это не помешало астрономам обрабатывать данные российско-турецкого телескопа. Пульт дистанционных наблюдений был организован в здании городской обсерватории КФУ. На самом деле мы давно готовились к этому и мечтали, когда мы, находясь в Казани, будем выполнять наблюдения на телескопе в Турции. Но вот обстоятельства подтолкнули нас, и мы такой вариант реализовали. Начиная с апреля наблюдения на телескопе в Турции, выполняются непосредственные сказания из здания кафедры астрономии космической геодезии. И вот в рамках наблюдений, которые мы провели в апреле и в мае, мы уже обнаружили 7 самых, наверное, наиболее удаленных квазаров во Вселенной, которые были в ревенгеновском диапазоне обнаружены спутником спектра Нингама, Ярозита. Ученые наблюдают за небом с пульта в реальном времени в темное время суток. Мы начинаем очередной сет. 17 по 24 июня будут продолжены в квоте времени Казанского университета наблюдения в рамках этого совместного проекта. И мы ожидаем сделать еще новые открытия, новые наблюдения, новых уникальных источников. Камиль Гемоздинов, Фаридзо Хитуглы, Универньюз.